С чего же начинается любой ремонт? Конечно же, с очистки площади от ненужных вещей и демонтажа старых материалов. Нам особо повезло, мы купили нашу будущую недвижимость уже с мусором. Начали уборку, припарковались прямо к мусорке, вот таким образом. В отличие от ремонта в квартире, тут не нужно тащить мусор через весь дом и двор. Кто просил кроссовки? Орлов. Орлов, прости, кроссовки выкидывай. Я думаю, это не те кроссовки, которые ты хочешь носить. Вот это все мы будем снимать. Смотрите, тут еще какая толщина. Ну вот прям, вот с палец. Есть антифриз? Ого. Ключ? Считай, подгон. Аптечка и огнетушитель. О, я как раз хотела покупать. Можно ли ее оставлять? Да, вот здесь на колесах что-то типа виброизоляции, возможно там она есть внутри. Но все будем проверять. Потому что сами понимаете, нам в нем жить. Каха самый дерзкий. Ты что хочешь, Каха? Сссссс. Давай, вууу! Вот это паркурщик. А ты говоришь, полабачу. Зачем ты его? Зачем ты гоняешь его? Каха Сейчас буду разбирать Весь кузов Уже снял большинство саморезов Сейчас попробуем сделать таймлапс И посмотреть, как это будет смотреться На видео Ко мне подошла собака Ой, он меня давит Ой Что он делает? Арчик, ты чего? Ты чего? Ты чего хочешь? Что он хочет? Ну что, начнем по порядку В фургоне был установлен рефрижератор Холодильник по-простому Как откручивается? Здесь хорошо откручивается Внизу не откручивается, поэтому Это слишком долгий таймлапс будет Поэтому я не знаю, как мы его снимем Может что-нибудь доснимем Сейчас посмотрим, что же здесь Под этой Фанерой, как говорит моя бабуля Фанерой Даже если ты купил обшитый фургон Все равно разбери его до металла Надо респиратор одеть Ура, он белый, смотри, белый Я к тому, что не вот этот отвратный оцинкованный металл А вот это вот новенькое, белое Вот это пылит на улице Красивое Эта штука до конца там Потом вообще пенопласт Сзади Посмотрим Может кто-то деньги забыл Нам здесь жить и дышать Поэтому рассчитывать на непонятные материалы Мы не стали Сломался Как сломался? Вот так Он настолько ржавый, что ломается И остается там Не стоит забывать, что это коммерческий транспорт А значит, скорее всего, все здесь сделано на отшибись Тишина На герметике На герметике, оказывается, держался лист Ужас Так, тут у нас проблема Не откручивается, а один саморез Не знаю, что с ним делать Потом разберемся Попробуй поддерни чуть-чуть Может он с места сойдет Ты что, решил холодильник оставить? Ну просто, чтобы не болталось Так же, пускай будет пока А кто это у нас открутит? Ксюша, откручивает тоже Там, где нелегко откручиваться Вот это да А вот как пол открутит Посмотрим Лайфхаки в интернете Как их открутить Пока Ильнар занят сложными физическими задачами Я занимаюсь рутинной монотонной работой Между прочим, поддержка в этом деле очень важна Потому что даже такое дело, как подержать баночку для того, чтобы Ильнар сложил туда саморезы Это очень важная задача Саморезы нельзя оставлять на земле или на полу, где ездит машина Потому что потом это может обойтись в копеечку Вот так выглядит этот некрасивый процесс Я задолбался откручивать Просто задолбался Зайка, ты еще всего лишь час строишь автодом Час только? Ну я не знаю, может два Пятый месяц Так, мы разобрали железную эту оцинковку И естественно За ней Трындец Трындец Да, вот тут вообще влага прямо Саморезы ломаются Но против лома нет приема Да, вот тут вообще хардкор Немножко даже плесень есть Ржавчина Тут вот плесень Так, с полом Пока непонятно, как его разбирать Но есть подозрение, что вот этот металл можно будет вырвать Саморезы, которые на нем И надеюсь на то, что под ним саморезы будут Они гнилые, будут откручиваться А так вообще металл прогнивший Ну-ка Там, видите, внизу еще фанера Так что есть шанс, что мы легко все открутим Зайка мне помогает очень сильно Спасибо Вот ваша гидро-виброизоляция Сказали, что она Может быть есть Но ее нет Ну и ничего страшного Зато качественно проглеим И не будем сомневаться В том, что там может остаться пузырь А под пузырями, как сказал Ленар Ссылка на его канал тоже будет в описании Может быть ржавчина появится А это очень плохо Мы здесь начали более агрессивные способы Потому что, как уже говорили ранее Пол затерся И саморезы выглядят вот так Так что посмотрим, что будет дальше У нас весь ролик будет о том Что мы посмотрим, что же будет дальше Посмотрим О, вот саморез И давай Сразу тест-драйв его Так Дай бог Хрен Вам Ну посмотрим, что будет дальше Мы воочию увидели Каким последствиям ведет нарушение Технологии теплоизоляции Поэтому ни в коем случае Не пренебрегай ими Чтобы избежать такие последствия Как ржавчину, влагу и плесень Это очень опасно для здоровья и машины Вот эти два элемента мы смогли снять Из которых три самореза выкрутилось А два я спилил Один вырвался просто Вот так вот Вот тут шепка ржавчины И один я спилил шляпку И потом уже с помощью плоскогубц Выкрутил остаток Ну, вырвал дерево и открутил Так что все вроде как получается Единственное Тут мы вырвали листы Остались саморезы от листов И есть саморезы, которые полуприкручены И нужно их научиться отличать Чтобы не все отпиливать и не откручивать Покажу гору муцера Здесь Вот как хорошо открутился Ага, вот как он открутился Да Прожарили и ломаются, да? Да, надеюсь, что дальше будет Хорошо Это, наверное, из пола? Из этого, да? Не идет, да? Нет, это потому что От металла самореза Сюрпризы ждали на каждом этапе О, вот видите, какие они печальные То есть буду болтаркой Посмотрим, что будет дальше Примерно вот так Ну, я думаю, что это все просто и понятно А еще мы вчера достали аккумулятор Он наполовину сдохший Там засульфатировались все пластины Поставили на зарядку И разряжать, заряжать, разряжать, заряжать Чтобы эти сульфаты отскочили от пластин И надеемся, что аккумулятор получится оживить Потому что иначе его тоже придется покупать А это лишний тратый денег А ему 7 лет А ему 7 лет, да Надеюсь, что получится Мы помыли аккумулятор сначала мылом, потом содой Зачем? Ну, потому что это кислота А ее надо нейтрализовать И сейчас будем смотреть, что с аккумулятором И, возможно, его нужно будет заряжать Точнее, мы его полевом будем заряжать? Да, полевом будем заряжать Мы просто посмотрим, в каком он состоянии Что у него живое, что неживое Какой он большой По сравнению с нашим 950 пусковой Но он похож на новый, кстати Ну, потому что Он реже вымытый А он под сиденьем стоит Поэтому в таком состоянии Если он стоял бы в моторном отсеке Он был бы в более плачевном состоянии Да, кстати, прикольно, что аккумулятор под водительским А почему мы решили посмотреть аккумулятор? Потому что машина как-то не очень бодро заводится Требуется перезарядка Этот Елен 758 вместо 950 То есть, видишь, нету Это на 50% показывает он слабенький То есть, он разряженный Вот 3,4 сопротивления Хорошо, что маленькое сопротивление Требуется перезарядка Должно быть 1,27-1,28 даже Это говорит о том, что он В какашку разряжен Он почти пустой Он не берет зарядик Здесь Очень плотно зацкнута минвата Ее нужно выковыривать Все пыли Поэтому мы немножко прибарахлились Потому что средства индивидуальной защиты В этом деле очень важны Новый этап Новое развлечение И новая игрушка Да, ничего сложного Есть заклепки Покажи поближе Вот такие заклепки Их, чтобы вытащить Я простым движением Обычно дрелью на четверку Так вот И все И после этого они снимаются Все очень просто Только их вот тут вот Вытащить немножко сложно Но я думаю Ну что, вот на таком этапе мы находимся Убрали всю минвату Убрали всю обивку Эти двери мы не снимаем Потому что там под этим крагисом Ничего нет Мы его будем использовать как лекало Шаблон Как шаблон В будущем Поэтому оставили Смотрите, сколько у нас мусора Получилось Вот это все Вот это И еще гляньте Вон за машиной Гора Прям до середины тачки Будем все вывозить Вот такой вот прибор у нас имеется Мощнейший компрессор Из вот этой вот щели Я выдул вот сок земли Так что имейте это в виду Не знаю, как она туда попала Все одна, может быть Да, но мы узнаем это попозже У автомобиля есть арки А в арках есть технологические отверстия Через которые можно промывать Эти же самые арки Но никто этого не делает Поэтому со временем Там накапливается грязь Накопилось мусора мелкого Вывезем его сразу Отойди поближе Я же всю пыль Выдумаю с машиной Посмотрите на мое лицо Видно? Да Лицо ответственного работника Да Это я был в маске Слава богу Погнали Мы этот мусор вывозим Потому что он мелкий Здесь минвата, пенопласт Он разлетается по двору Ну и плюс корыка Нам удобно использовать под мусор А большой мусор уже Когда поставим аккумуляторы Мы их сняли Потому что заряжаем Поставим аккумуляторы И на машине вывезем Здесь в Пятигорске Сшипованной резины Крайне мало То есть выбора нет А уже сейчас на улице Достаточно холодно И мы когда приедем в сторону Казани Уже будет Но минусы Возможно даже снег будет лежать И поэтому мы сейчас ищем Резину настолько летняя есть А здесь все только липучки Вот такие дела Посмотрим что с этим Как с этим здесь получится Так как педаль у меня была Полностью стерта на сцепление Мне пришлось купить Универсальные накладки на педальки Вы когда-нибудь заказывали себе колеса на Яндексе? Нет И мы тоже И сейчас мы будем заказывать Ну может и не будем И покажем Ну если не закажем Что они покажем? Шипованные Что ли, да? Не знаю Там нужно заказать Описать Этап подготовки автомобиля К постройке автодома Это самый важный этап Кузов внутри будет наглухо зашиваться А значит возможности что-то переделать Просто не будет Очень важно убедиться в отсутствии ржавчины А если она есть Избавляться от нее Также важно демонтировать Не экологичные материалы Потому что в этом автобусе Нам дышать, спать, жить И проводить очень много времени Пренебрегать здоровьем, как мы знаем, нельзя Некоторые листы, фанеры Оцинковки, профили Оставляем дяде в хозяйство А вот это все Мусор И это все сейчас мы повезем Пенопласт пойдет утеплять ему будочку Да, пенопластом Утеплят Арчику Это будет для забора А это Фанеру они будут сжигать У них растут огромные деревья орешников Они их спиливают И пни нужно выкорчевывать Поэтому Методом сжигания Избавляются от этих пней Поэтому фанера пойдет тоже В хозяйское дело Пока наш аккумулятор восстанавливается Мы возьмем аккумулятор с Мерса И поедем на мойку По моему машину изнутри Хорошенечко, чтобы Подготовить перед оклейкой Вибро- и шумоизоляцией Приехали на мусорку И выгружаем все барахлишко Готовим бургон под виброизоляцию Нам нужна чистая поверхность Вручную у нас не получилось Поэтому приехали на мойку самообслуживания Весь кузов и салон были в копоте Потому что выхлопная система Работала неисправно Мы, конечно, терли это все вручную Но только разводили грязь Приехали посмотреть, что нам скажут Насчет нашей машины Официально обученный человек посмотрел И увидел, что просто вот этот ваш шланг От сапуна Просто полностью торчал И поэтому? Да, оттуда воняло И дым оттуда шел Поэтому у нас дымило Тут просто прикрутить его на место Как до этого ездили в таком дыму И в опыте вообще непонятно Предыдущий хозяин настолько криворукий Что мне иногда не хватало нервов Чтобы терпеть это Меняем масло Делитесь в комментариях своим опытом Для нас это очень важно Это пробочка Вот здесь вот так вот резинка стоит И ее уже передают Воздушный фильтр это круглый, да? Круглый бочонок, который, да У меня на этом был На Т-4 такого плана был Впереди еще много всего увлекательного Оставайся с нами И делись своим мнением Это наш первый грузовой автомобиль А значит твой опыт бесценен Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok